Да, еврейский народ имеет право на землю обетованную, но не из-за их праведности или добродетели, не из-за наших подвигов или наших достижений, но потому что милость Божья остается неизменной, и потому что дары и призвания Божьи не приложены. И обратите внимание на тот факт, что до того, как был дан закон на горе Синай, Бог пообещал Аврааму, что его потомки будут наследниками земли обетованной. И Павел объясняет в Послании к Галатам в 3 главе, что закон, пришедший спустя 430 лет после Авраама и Патриархов, не может отменить обетование. И тогда есть Синайский Завет. Из-за нашего непослушания Синайскому Завету, да, мы были рассеяны по всему миру, это абсолютная правда. И это произошло. Но мы были снова собраны по милости Божьей, именно так, как сказано в 36 главе Иезекииля, не из-за нашей добродетели, но потому что Божье имя хулилось. То есть ради Его собственных целей Он собрал нас снова. И как было продемонстрировано много раз до этого, когда Бог благословляет, никто не может проклясть. Когда Он проклинает, никто не может благословить. Когда Он исцеляет, никто не может поразить. Когда Он поражает, никто не может исцелить. Когда Он рассеивает, никто не может собрать. Когда Он собирает, никто не может рассеять. И потому, если Он рассеял еврейский народ в Своем гневе, единственный способ, как мы можем быть собраны снова в количестве более 6 миллионов землей Израиля сегодня, Более шести миллионов евреев в Израиле — это потому, что он собрал нас, иначе этого не могло бы произойти. И послушайте это обетование, Псалом 104. Вот что написано здесь, в стихе 8. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил той Якову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». И обратите внимание, это завет, это слово, которое он заповедал, это навсегда, на тысячу поколений. Это завет с Авраамом, это клятвенное обещание Исааку. Оно подтверждено Якову, это вечный завет с Израилем. Как можно сказать, еще более ясно? Да, эта земля остается землей обетованной для дома Израиля. И Бог собирает нас туда согласно своему обетованию, потому что это то, что Он даровал нам. Потому по божественному праву, да, мы должны быть там.